Человек это тот, кто познал себя. Сегодня мы коснемся очень важного, можно сказать, ключевого момента, с одной стороны, в той науке из наук, из которой произошли все науки. Это наука православная святоотеческая наука о человеке, о Боге, о взаимоотношениях человека и Бога. А с другой стороны, современное представление о происхождении человека. Это очень важный и, я бы даже сказал, решающий момент. Для себя обозначаю эту проблему как Адамов крест или как пьедестал, на который человечество невольно вознесло обезьянку, животное, зверька. И мы попробуем разобраться, почему это произошло. Откуда взялся дарвинизм? Я сейчас не буду, естественно, детально рассматривать теорию происхождения видов и так далее. Это, в общем, всем более-менее известно, это изучается в школах. Отдельный вопрос, стоит или не стоит его изучать, поскольку в Америке, например, на сегодняшний день более 150 закрытых центров дарвинизма, и дарвинизм признан даже не наукой, а гипотезой, причем гипотезой довольно слабенькой. Но для нас важно, скорее, духовное осмысление этого явления, явления дарвинизма. В чем дело? Дело в том, что если мы представим с вами, что человек произошел на свет Божий. В результате творения он был сотворен Богом, совершенным человеком. Адам был личностью на множество порядков, превышающую по своим способностям, возможностям современного человека до своего грехопадения. Адам был создан из праха земного, и в него Господь вдохнул от дыхания своего, и стал Адам живой душой. Адам мог своим особым духовным зрением, которое было у него, как у человека бессмертного, нетленного, то есть не подверженного никакому тлению и болезням, и бесстрастного, то есть человека, пребывавшего постоянно в божественной благодати, мог пронизывать громадные пространства. Он видел мегамиры. Адам мог видеть, естественно, и весь макромир. Он нарекал имена животным, зверям. И как царь природы Адам, конечно же, видел и микромир. Без всяких телескопов и без всяких микроскопов. Все эти скопы – это костыли, которые сейчас лихорадочно нащупывают человечество в попытке возвратить хотя бы часть тех возможностей, которые утратило оно после грехопадения Адама в райских кущах. Итак, если мы берем Адама в его, в пике его совершенства, и считаем историю человеческого рода от Адама и дальше, то мы должны будем признать, что современный человек, который стал, естественно, смертным, стал тленным, стал страстным. Плюс, в общем-то, наблюдается довольно серьезная деградация. Если мы сравним, как мы пишем, как мы думаем, как мы говорим себя с нашими предками, скажем, XIX и XVIII века, то мы очень легко обнаружим серьезное отставание. Отец Тихон Шевкунов, мой коллега по изборскому клубу, рассказывал мне, что современный студент в литературном университете, где отец Тихон преподает, по знанию русской классики, классической литературы, может быть приравнен к семикласснику советской школы. Вот вам, пожалуйста, деградация. То есть в этом смысле мы, безусловно, уступаем Адаму, мы как бы катимся вниз. И это полностью соответствует церковному, религиозному пониманию того, что произошло с человеком после его грехопадения. Если мы принимаем за основу теорию Дарвина, что человек произошел от обезьянки, то, естественно, самый отсталый, самый запущенный, самый никуда негодный человек будет выглядеть по сравнению обезьянки, по сравнению с обезьянкой достойно. И тогда как бы получается, что вместо наклонной плоскости мы получаем плоскость восходящую. Затея вполне дьявольская, потому что дьявол сам нередко в отеческой литературе именуется обезьяной Бога, ибо он все время, он сам ничего придумать не может, и через людей он все время что-то заимствует. И вот здесь, мне кажется, идея представить человека происходящим от обезьяны, то есть от зверька, от животного, бессмысленного. Эта идея связана с тем, что дьявол хотел, чтобы человек, которого он ненавидит от момента своего проклятия Богом, человек не был проклят Богом, даже после своего грехопадения в Эдеме, чтобы человек стал зверем. Дьявол стремится к этому, и поэтому была избрана обезьянка и возведена постепенно современной цивилизацией на вот тот высокий пьедестал, на котором она находится. Мне кажется, что если кому-то хочется быть похожим на обезьянку или происходить от обезьянки, пусть добровольно происходит. Но я бы, честно говоря, из советских российских школ дарвинизм убрал как явление, потому что это отравляет души наших детей, это низводит их на уровень скотства, и это с детства их приучает тому звериному, с чем наша религия, наша церковь, наше православие борются уже более двух тысяч лет. Продолжение следует...